доброе утро мои дорогие а у нас сегодня вот такое утро вдруг ни с того ни с сего не ну это долго ожидаемое событие но вчера еще ничего не предвещала сегодня так обещают дождь но он видите там уже солнышко среди тучек ну ладно поживем увидим посмотрим будет ли он дождик то но он так нужен мой просто не представляете я даже не помню когда вообще дождик то последний уж наверно больше месяца хотелось больше да вот такая погода у нас уже час дня так ни одной капельки не упала обещают в 6 вечера и аж прям до трех ночи не знаю уже столько раз обещали слабо верится в это дело он мед у нас видите 50 метров вот там где стояла это зимой телега то с ульями мед продают да сейчас метку-то нельзя взяла бы баночку-то и не так ну чё а я жду автобус все подъела просто все подъела в холодильнике одно яйцо пенсию ждала дождалась кстати мои дорогие всех с медом с яблочным спасом спаде уже сама запуталась меду голове всем всего хорошего здоровья главное ну и как раньше говорили огромного человеческого счастья просто видео выйдет уже позже я всегда помню про вас праздником просто видео обычно выходит позже бывает что и на два дня поэтому чё поздравлять то вроде ну ладно сегодня поздравлю сейчас получу пенсию и буду богачка на сегодня а потом еще надо за свет платить в общем пенсии на все не хватит иногда послушаешь пожилые женщины с такой гордостью стаж выработала столько-то лет там проработал прям с такой гордостью говорят да я ветеран труда да милые для вас наверное это гордость только вот государство то нифига не ценит такие вклады ваши выработали вас как материал и выкинули на обочину дороги с копеечными пенсиями вот и вся гордость не знаю это мое мнение может быть кто-то по-другому считает я считаю отработанный материал мы никому нахрен не нужны более того господи чем быстрее мы отправимся на тот свет тем государству легче даже эти копеечные пенсии не платить грустно от этого грустно но муж не сдаемся вон мы какие активные женщины ну и рукодельницы и детей вырастили и внуков и животных еще держим ну не все но многие держим и спасают животных умницы умницы золотые ручки я вот прям вот когда смотрю ваше видео я ваш вами горжусь жалко что я не в правительстве не могу вам пенсию сделать в десять раз больше жалко ну поэтому мне никто и не даст такой возможности а то же я все деньги государственные разбазарю на пенсии девочкам и мальчикам я бы у олигархов то подбирала бы знаете как это десятину в церкви в церкви десять процентов ну-ка от своих-то тяжеленным трудом нажитых денег то ну-ка дай-ка сюда в помощь пенсионерам вот тогда бы мы зажили а так приходится вот так вот лапоньки мои да что-то протест у меня назрел ладно любовь николаевна иди получай свои копейки да иди в магазин я сейчас это самое знаете чем занималась составляла список продуктов которые мне можно есть ну то есть выписала при панкреатите что можно при сахарном диабете что можно повычеркивала то что нельзя при одной болезни что при другой болезни и результат меня порадовал ой не могу ну нечего есть вообще если хотя бы картошку можно при одном то при другом нельзя капусту можно там при одном при другом нельзя ну и так все молоко только магазинное домашнего нельзя жирное и то в разбавленном виде и то по совету врача да много эти врачи знают блин ну в общем да интересные врачи дают советы читала про орехи и они пишут арахис можно как же можно арахис же не орех арахис это бобовая культура ну а бобовые нельзя ни при панкреатите ни при сахарном диабете это у нас что такие врачи неграмотные или это специально делают какой это орех поэтому и стоит дешевле меня почему-то мой телефон ему видимо надоедает слушать мои разговоры он выключается так что не знаю на чем там меня оборвало ну где автобусы а то я уже тут заболталась в общем короче говоря куплю арбуз можно нельзя столько в нем полезного но с осторожностью да понятно с осторожностью раньше бы я купила арбуз и съела бы его сразу а сейчас так головой понимаешь что нельзя так ладно хватит а то заболталась жду разболталась потому что автобус пришел на 10 минут позже ну ладно еду а вот эти вот желтые оранжевые это тоже канны да ведь получается а что-то я никогда внимания не обращала что еще и желтые есть такая женщина внимательная смех и грех ой сегодня погода пасмурная народ наверное весь в магазинах так сейчас схожу на почту и надо в яблоко точно смысла нет даже путь тоже там очереди километровые будут так ладно сейчас что-нибудь придумаем да наверное надо будет идти на рынок на цыганский ну что зашла на почту очередь я не могу стоять в очередях я что-то еще и чувствую себя не очень вот смотрите какая красота мне нравится когда они у кого-то растут никогда у меня полетают все на свете вот зашла в два магазина канцелярских принадлежностей кругом народ я потом-то сообразила школа скоро ну в общем так и так пойду на цыганский арбузики в кустах лежат тут по 20 рублей арбуз ну я боюсь что я покупала тогда на цыганском по 20 рублей они какие-то вот я не знаю как это называется но вот как в народе говорят кормовые вообще безвкусные трава травой это я иду по улице Чапаева может кто здесь отдыхал а девчонки никто тут не отдыхал на этой улице людей сколько номеров сдается жилье естественно с Украины минских времен айва висит какие стручки висят длинные я понимаю вчера был цыганский рынок но сегодня что вот это представляете какие очереди что происходит не мой день сегодня везде очередь ой кошмар какой ой такую очередь отстояла в этом доброцене это ужас все орут ругаются одна касса народу никто никто у них работать не хочет все орут я говорю закрывайте магазин что это за издевательство над людьми ужас какой-то сначала открылся такой был прям веселый энергичный так развивался все два года и никто работать не хочет да потому что местные работать не хотят вот и все ходят главное одни те же из одних магазинов другие водичку что мне привозят вот так вот жду Толика ну сейчас хоть честно сказал минут 10 а то и 15 ну ладно подожду сейчас не жарко можно постоять на людей посмотреть ну я же сканировала пасту ну что купила три коробки молока кек который я терпеть не могу ну нельзя мне жирную рыбу ладно сейчас что-нибудь придумаем сделаем что-нибудь из нее повкусней если получится хлебушек черный творогу пять картошинок пять персиков я уже смеюсь про себя а хочется шашлыка и хочется очень соленой рыбы я так всю жизнь любила соленую рыбу и копченую вот теперь за это и расплачиваюсь да как водяной пел жизнь моя жестянка ну ее в болото живу я так поганка а мне летать охота девочки вчера что видео вышло я ждала что ругать меня будут по-всякому скажет чокнутая старуха в душе она снимается и ничего так что не получается у меня народ провоцировать не реагирует народ на мои провокации хоть бы кто что написал так что вот так вот зайки мои а я прям вот честно ждала и боялась думаю ну наверное лишку я мало того что эту голову свою напополам постриженную сняла да еще и в душе думаю ну сейчас меня тут раскатают по асфальту вот так вот а никто и внимания не обратил ну что арбуз я вот режу и выкидываю он вам может быть не видно он весь склизкий кислый гнилой просто гнилой ужас мерзость мерзость какая фу я сначала думала может быть ну думаю может стукнули где может какой-то бачок или что не а он весь такой мерзкий ну что мои дорогие все-таки у меня дошли руки расставила я эту футболочку ну кто помнит я еще ее покупала в Мурманске в секондхенде за 100 рублей но это моя любимая фирма дезегуаль вот очень она была маленького размера я не знаю наверное 42 вот я шила два куска кружева по бокам потому что при моей груди это же объем ой-ой-ой вот ну и все и буду вот теперь ходить дома в любимой фирме мои хорошие все хочу вас спросить да все забываю кто-нибудь заходил на Яндекс ко мне как вам понравилось не понравилось напишите мне в комментариях пожалуйста потому что мне очень интересно может никто и не заходил вот есть у меня вот такой шарф шарф это ткань такая футболочная ширина его шарф это американский длинный сейчас я вам скажу какая его ширина ширина его 67 сантиметров длина больше полутора метра и вот я хочу из него сшить себе домашнее платье очень простое я так думаю что в полчаса я уложусь сейчас будем с вами кроить это чисто для начинающих мои дорогие а вы когда нибудь слышали о театре простодушных я вот где-то слышала но что это и как и вдруг вот сегодня у Варламова ой господи с синдромом дауна ребята как играют и как для них это важно ой это ну замечательно посмотрите в Варламова вот кому это интересно и кто вообще имеет какое-то отношение к театру они вот осенью должны получить ну статус пока они вообще никто хотя уже давно работают вот им нужна любая помощь костюмы какой-то реквизит ну все там помогают люди они живут за счет пожертвований и так интересно и так это все такое доброе и такой режиссер молодой молодец прям ой вот такие я люблю смотреть порадоваться ну там наверное будут реквизиты какие-то надо будет посмотреть под видео надо помогать таким людям тем более они к этому стремятся вот вот весь день ветрище вон гляньте что у меня все позакручивалось вот какие-то тучи ходят что-то вот и одновременно же и солнышко светит и не знаю и спать хочется весь день и ну дождик обещали в 6 часов и аж до трех ночи но что-то пока да пойду я надо мне еще с цементом поработать до заката успеть а посмотрите сколько мусора то натрясло позбивало а я вчера только подметала ужас какой-то и что вот поливать не поливать не знаю что делать ну что мои дорогие я к вам вернулась я сейчас разговаривала с Мариной с Сережей ой они себе нашли конечно работу и за животными ухаживают за этими страусами за всякими там разными и тушенку варят и сыр варят вот посмотрите я это видео снимала уже после того как с вами попрощалась но при монтаже вставлю пораньше и довольные ой вот не могут люди без работы господи боже ж ты мой а и Марина еще пироги печет и продает там я говорю о повезло хозяину это они сейчас уедут что ж он будет делать то у него там работают одни пьяницы ну вот один там какой-то Марина его хвалит а остальные все господи не пойми что нифига и сыр варите а это тушенка обалдеть повезло так я понимаю повезло вашему хозяину с такими работниками договорили где таких дураков сыскать только мы еще Таимкин видишь это наш лучший друг вот мы тут втроем убиваем сегодня очень выходной он сегодня дрыхнет цел день мы ему завидуем обалдеть это вы великий пахарь это вы с утра вот и до до самого вечера время-то уже я из дома уехала в 8 40 обалдеть скоро будет 12 часов мы еще домой не выдвигаемся да ладно жду не дождусь и я жду не дождусь я уже не считаю и я люб считаю давайте и я считаю жди давайте давайте пока пока так ну что посмотрим что у нас там что у нас над морем облака он уже он оно уже солнышко это время без 15.8 остался маленький кусочек это тут вообще не видно в телефоне все уже не видно ну и что вот мы имеем целый день вот такой ветер и все я поторе смерч был я говорю керчь уже два раза затапливала а у нас ни капельки не доходят сюда дожди видно все в июне вылились за все лето ну что мои дорогие спасибо вам за комментарии за лайки я понимаю что у меня в общем спокойное видео наверное чего особенно комментирует да ну очень хочется комментариев побольше очень вы уж меня простите но задача у меня вот такая стоит меня Саша каждый день мама проси комментарии лайки проси надо вылезти надо вылезти надо ну уж сколько вас просить то мои золотые я уж и так каждый день просу ну ладно посмотрим что у нас получится не получится с этим делом выкарабкаюсь я нет если не выкарабкаюсь придется бросать это дело я уже думаю над этим потому что постоянно ходить с телефоном постоянно что-то стараться снимать а толку нет 2000 рублей за месяц заработала это значит когда же я заработаю 100 долларов которые мне заплатят еще 3 месяца надо работать так же это тяжело и сами понимаете когда нет оплаты твоего труда это ну нормальный я имею ввиду это весь интерес то пропадает и так и так устаешь с цементом с этим ковыряешься и вообще да ведь чтобы что-то снять надо что-то сделать ну ладно не будем о грустном хотя вот чего о грустном не будем Ларису мне женщина которая в больнице не звонит не пишет переживаю очень за нее вот завтра буду узнавать как у Макарика дела куда он у нас поступает и как стараюсь его не дергать с Костей разговаривали ну посмотрим что будет и как будет вот а я жду Марину со своей арабой осталось уже немножко как раз наверное к их приезду все вымою я уже по ним соскучилась хоть и по телефону разговариваем но это сами понимаете это дело такое вот так что жду ну все мои дорогие давайте пойдемте отдыхать я то буду еще делать у меня там задумок то много ну что-то никак что-то плохо двигается давайте пусть у вас все будет хорошо вы мне там не ерундите не болейте держите хвост пистолетом активненько весело оптимистично смотрим на жизнь стараемся не болейте пусть все у вас будет хорошо мои вы дорогие девочки и мальчики ну и снимайте видео присылайте прыг ой я сегодня горе с утра посмотрела у Ларисы Табашниковой видео про ее собак и прям настроение поднялось боже мой господи такая орава девочки вот кто любит собак посмотрите она там у нее в основном конечно там украшения но она иногда снимает своих собак я считала вроде 12 штук у нее просто разных размеров разных характеров разной внешности но такая прелесть господи там и маленькие и большие и лохматенькие и лысенькие и боксеры а уж этот последний последушек Ванька белый с голубыми глазами она смеется говорит Иван Грозный всех грызет рычит такой прям последушек Лариса испугалась думала собака умирать ушла искала ее там по кустам везде лазила а она оказывается мамой стала на старость лет что-то у меня с телефоном говорю 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 смотрю а у меня записи нет что с ним господи происходит но это вот когда я говорю долго и он берет и выключается говорит хватит разболталась тут вот даже не знаю когда там кончилось ну ладно зайки давайте до завтра всего вам хорошего всего хорошего вечера спокойной ночи держитесь ну а я с вами все обнимаю вас целую мои дорогие давайте пока пока